Здравствуйте! В эфире «Экономическое обозрение». В еженедельной программе мы будем анализировать новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. До 1 мая каждый безработный должен получить вариант трудоустройства. Соответствующее поручение дал председатель облсполкома Владимир Дворник. Национальный банк направил в коммерческие банки рекомендации по повышению качества услуг для населения. Министерство по налогам и сборам в этом году разработает мобильное приложение для плательщиков, у которых есть личный кабинет на сайте ведомства. И напоследок анализ цены на одном из гомельских рынков. А теперь обо всем подробнее. В течение ближайшего месяца каждому неработающему жителю Гомельской области необходимо предоставить варианты трудоустройства. Такое поручение дал председатель Гомельского облсполкома Владимир Дворник. Решение этой задачи губернатора возложил над членов смотровых комиссий, которые несколько лет назад были созданы в каждом районе области. По его словам, в первую очередь следует обратить внимание на возможность трудоустройства граждан в агропромышленном комплексе. А центры занятости населения должны организовать широкую рекламную кампанию с целью информирования населения о вакантных рабочих местах, а также максимально задействовать желающих на общественных работах. Конечной целью этой непростой работы должно стать трудоустройства до 1 мая всех безработных. Один из способов трудовой занятости безработных – выделение им безвозмездных субсидий на открытие бизнеса. В этом году, например, их смогут получить как минимум 370 жителей Гомельской области. Сумма – 11 бюджетов прожиточного минимума. Это почти 2000 рублей. А если человек живет в сельской местности, то 15 или почти 2700. С начала года субсидии получили почти 90 человек. Из них 12 – на организацию ремесленной деятельности. Одной из активных мер содействия занятости населения является предоставление гражданам субсидии для занятия собственным делом. Будь то это предпринимательская деятельность или деятельность в сфере агроэкотуризма или ремесленная деятельность. Субсидия выдается тем безработным, которые обратились в управление по труду занятости и социальной защите и в течение месяца не смогли подобрать для себя работу, подходящую работу. Финансовую поддержку получают большинство соискателей субсидий. Каждый из претендентов защищает перед комиссией бизнес-план. Для тех, кому необходимо, организуют обучение основам предпринимательской деятельности. Популярностью у потенциальных бизнесменов пользуются такие виды деятельности, как отделочные работы, грузы и пассажироперевозки, ремонт бытовой техники, компьютеров, парикмахерские услуги, ремонт и пошиводежды. Субсидию можно получить на создание фермерского хозяйства, частного унитарного предприятия, на организацию ремесленной деятельности, на развитие агро-экотуризма. Субсидию получают те граждане, которые в любом случае готовы были не потому, что они не могут найти работу сейчас, они просто хотят открыть собственное дело. В таком случае, естественно, это очень выгодно, потому что начальный стартовый капитал у них уже есть. Они его могут использовать хоть на приобретение какого-либо оборудования, хоть на приобретение какого-либо товара, который они в дальнейшем могут реализовывать. А еще есть очень замечательный такой вид деятельности, как ремесленная деятельность, которую мы всегда предлагаем тем, у кого маленькие дети, или инвалидам, или творческим личностям, которые умеют что-либо делать своими руками, любят это дело, умеют делать красиво, и потом могут реализовывать и получать достаточно хорошее средство. Кстати, несмотря на предполагаемый лимит в 370 субсидий, при необходимости будут изысканы дополнительные средства для их выделения. Если у нас желающих будет больше, то, конечно же, мы найдем возможность, мы найдем резервы, чтобы удовлетворить всех желающих, которые будут претендовать на получение субсидий. Главное, чтобы это была реальная работа. К другим новостям. Банкам напомнили о полном раскрытии информации об условиях кредитования и открытии депозитов. Нацбанк также считает, что ставку по кредитам можно очистить от платежей в пользу третьих лиц. Национальный банк направил в коммерческие банки рекомендации по повышению качества услуг для населения. Так, коммерческие банки должны обеспечить для клиентов раскрытие полной достоверной информации об условиях кредитования, привлечении средств в депозиты и сопутствующих услугах. Также Нацбанк напоминает банкам о необходимости исключения практики навязывания дополнительных услуг при кредитовании и наличии письменного подтверждения кредитополучателя об ознакомлении с условиями кредитования. Продолжаем выпуск. Министерство по налогам и сборам в этом году разработает мобильное приложение для плательщиков, у которых есть личный кабинет на сайте ведомства. В министерстве считают, что приоритетным сейчас становится расширение бесконтактного взаимодействия с субъектами хозяйствования, а также возможность физлицам взаимодействовать с налоговой через интернет. Кстати, в минувшем году была утверждена и в первый год реализована стратегия развития налоговых органов на 2016-2020 годы. И в ней специалисты выделяют три основных аспекта. Первый – внедрение электронных счетов фактур. Это знаковый проект не только для налоговой службы, но и в целом для страны. Второй аспект – развитие новых форм обслуживания. Третий момент – как раз расширение бесконтактного взаимодействия с плательщиками. Кстати, по состоянию на начало года электронные взаимодействия с налоговыми органами осуществляют более 75% от общего количества плательщиков, состоящих на учете в налоговых органах. К слову, с реализацией проекта по внедрению электронных счетов фактур возникают некоторые сложности. Например, с конца минувшего года начала функционировать система камерального контроля налоговых деклараций по НДС. Это проверка налоговых показателей в сравнении с выставленными и полученными электронными счетами фактурами. Расхождения в январских декларациях были выявлены у нескольких сотен плательщиков. Сумма к доплате составила почти 250 тысяч рублей. Кроме того, предотвращен необоснованный возврат НДС на суммы свыше 430 тысяч рублей. Следует отметить, что в ходе камерального контроля были выявлены следующие нарушения. Первое – плательщики необоснованно принимают к вычету суммы входного НДС, при отсутствии электронных счетов фактур. Второе – плательщики завышают либо занижают налоговую базу в налоговой декларации в сопоставлении с базой, которая формируется на основании выставленных электронных счетов фактур. И такие моменты, когда завышается налоговая база, могут свидетельствовать о том, что плательщик не во всех случаях выставляет электронные счета фактуры в адрес своих контрагентов. А за это предусмотрена административная ответственность по статье 13.8 КОАП. Бананы в феврале подорожали, помидоры и цитрусовые подешевели. Такая информация размещена на сайте Национального статистического комитета. Самым заметным был рост цен на бананы более чем на 10%, моркови – на 9%, картофеля – на 7,5%, чеснока – более чем на 6%, капусты – на 5,5% и яблок – на 5%. При этом подешевели свежие помидоры – минус 14% и цитрусовые – почти минус 6,5%. А цены мы на этот раз изучали на прутковском рынке. Побывали мы там посреди рабочей недели. Людей было, как и предполагалось, совсем мало. Ассортимент за месяц особо не поменялся. Лишь появилась свежая зелень. Пучок лука стоит рубль, петрушки и укропа – по 50 копеек. Цены на некоторые овощи очень отличаются. Картофель стоит от 35 до 45 копеек, морковь – от 50 до 60, свекла – от 50 до 80, лук – от 40 до 60, капуста – в среднем 35 копеек, пекинская – от рубля 80 до 2, шампиньоны – от 4 до 6 рублей, помидоры – по 4,4,50, огурцы – от 4,50 до 5, яблоки – от рубля 30 до рубля 80, апельсины – 2,60, мандарины – 3,20, гранаты – 4, виноград – от 8 до 8,50. В мясном павильоне цены в последнее время практически не изменились. Продавцы говорят, что по-прежнему особый спрос на бюджетную продукцию – рагу, рульки, потроха. Также часто покупают фарш. С наступлением тепла возросли продажи полуфабрикатов для отдыха на природе – колбасок, маринованного мяса и ребрышек. И тут иногда спрос даже превышает предложения, рассказали работники торговли. И о ценах. Свинина тазобедренной части – 9,45 рубля, шея – 10,80, корейка – 11,40, колбаски свиные – от 6,65 рубля до 7,00. На этом у меня все. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова